Я объявляю следующую неделю нерабочие с сохранением заработной платы. Никогда такого не было и вот опять президент требует зарплаты платить, но полстраны уходит на каникулы как будто насовсем. В состоянии платить людям в основном крупные госкомпании и само государство. В малом бизнесе денег нет. В небольших компаниях, как правило, нет никакой заначки и подушки безопасности. Есть работа, есть деньги, нет работы и денег нет. Официанты, продавцы, работники отелей, бас отдыха, туризма, парикмахеры, фитнес-тренеры и многие другие ушли в неоплачиваемые отпуска. Ресторатор Владимир Владимиров тоже поставил свои предприятия на паузу. До лучших времен отправлено около 300 сотрудников. В стране уже более 5-6 лет многие бизнесы вообще держатся в пределах рентабельности, а то иногда и минусов. И естественно, конечно, платить на непонятно какой срок, просто нечего. Не то, что может быть не хочется, а нечего, нет доходов. Налоговые и кредитные каникулы, предложенные президентом на время борьбы с коронавирусом, это хоть какая-то помощь. Но предприятия и люди ждут большего. На возобновление работы компаниям потребуются льготные займы, жителям в режиме фактического карантина. Необходима конкретная финансовая помощь, отсрочка по уплате за коммунальные услуги и другие формы поддержки. Ситуация экономическая, она катастрофическая, надо об этом говорить прямо. Пошли неплатежи, банки сворачивают кредитование. И я думаю, что очень многим предпринимателям будет выжить трудно. И в этой ситуации любые меры поддержки государства, они не нужны. Они, конечно, на фоне ведущих стран мировых, очень маленькие меры поддержки. Если выплачивают в других странах, чеки приходят домой к людям. У нас, к сожалению, пока этого нет. Власти, возможно, просто недооценивают масштаб кризиса. Ведь остановленные предприятия не смогут платить налоги, пополнять бюджет. При текущем раскладе, 10-ти триллионного фонда национального благосостояния надолго может не хватить. Говорят эксперты, согласен с ним и предприниматель Владимир Перекотий. Если сейчас представить в Красноярске, ни одна тысяча, ни две, ни три тысячи предприятий, у которых выручка или сильно упала, или стала нулевой. И на зарплаты точно не будет хватать. И это десятки тысяч людей, если не сотни тысяч людей, у которых просто не будет денег. При этом федеральное правительство уже приняло хоть какие-то меры поддержки. Региональные власти о помощи только обещают объявить на следующей неделе. Осталось дожить. Я думаю, что у нас неделя примерно уйдет на внутренние консультации, потому что есть ряд прям радикальных предложений, которые губернатор сегодня не стал озвучивать, именно потому что единства у специалистов и экспертов под этих предложений нет. Но мы будем этим заниматься постоянно. Что не будет такого, что что-то ввели через два дня или на следующей неделе, и все на этом. Мы будем постоянно оценивать ситуацию и оказывать какие-то прямые меры поддержки, административные меры поддержки. Городские власти пока тоже затаились. О своей помощи или корректировке бюджета не заявляют. Мэр Сергей Еремин на неделе похвастал новым уличным пылесосом, который разработали местные умельцы. Хотя в пору показывать дезинфекционные машины и о мерах поддержки ни слова. Депутат горсовета Роман Крастылев считает, нужно принимать решение быстрее. От инициативных своих расходов, связанных с баловством ремонтов, кабинетов, банкета, которые мэр заказывает для себя, никто не отказывается. Она может сборы с предпринимателей, соответствующие арендные платежи на этот период сократить. Она может предоставлять помещение безвозмездно на определенный период. Очень широкий спектр, если к этому обратиться системно. При этом эксперты считают, что одной недели для борьбы с коронавирусом точно не хватит. Судя по официальным данным, эпидемия в России только начинается, а значит, пояса стоит затянуть потуже. Виталий Поляков, Сергей Малафеев. Воскресные новости ТВК.